Приветствую вас, надо сказать, что лично я, психолог, я не ставлю диагнозов, я не выявляю болезни, вот, я занимаюсь, как бы, проблемами человека, вот, я могу сказать, что, конечно, это отклонение, конечно, это девиация, это девиантное поведение, вот, расстройством это может быть в том случае, только если человек это не контролирует, да, если он, там, ради этого начинает спускать свою жизнь, да, там, вредит себе и так далее, вот, в остальных случаях девиация имеет, ну, по сути, тоже значение, что и, например, БДСМ, различные роды фитиши, то есть, для кого-то это неприемлемое отношение с этим человеком не получается, для кого-то это приемлемое отношение с этим человеком получается, то есть, можно относиться к этому по-разному, вот, ломать человека, ломать его и убеждать его в том, что его увлечение вредно, да, мне кажется, в смысле никакого не имеет, чем больше человек убеждаешь, тем больше, тем больше он делает что-то в свою сторону, поэтому лучше его таки оставить, будь он занимается этим, однажды он либо поймет, что это не делает его счастливым, вот, и начнет что-то исправлять, либо это будет его выбор, ну, если это его выбор, и если это никому не вредит, то на здоровье, как бы, вот. Значит, что касается побега от реальности, то, вы знаете, нет, 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 не только дело все в побеге от реальности, на самом деле, тут тонкость есть еще и в том, что человек занимается проекцией, то есть, переносом, и человеку нравится, скажем так, как будет написано, написали, нарисованные персонажи, да, нарисованные персонажи, потому что он проекцирует на них что-то свое, да, он проекцирует на них то, что нужно ему, что-то нравится, что-то чего не хватает. Нарисованные персонажи обладают рядом качеств, я бы сказал. В первую очередь, это идеальные персонажи, то есть, без изъяна. Это означает, что человек считает себя глубоко не идеальным, это означает, что человек мучится по этому поводу, возможно, сам этого не осознает. И во втором случае, то, что видится мне, во втором случае, да, это некая, скажем так, шаблонность и, может быть, предсказуемость этих персонажей. Вот, в принципе, и всё. Вот именно благодаря этим качествам анимация, в том числе японская, японская анимация не такая, как анимация, а вся остальная, да, японская анимация, анимация максимально приближенная, приближенная к реальной жизни, ну, то есть, даже, может быть, не приближенная, а обладающая своим непосторимым колоритом. Вот. И, собственно, именно это привлекает человека в ней. Что касается того, что с детства, с детства, да, то это, скорее, знаете, опять же, не бегство от опериального мира, да, это, скорее, немножко другая история, это, скорее, просто, по сути, кумир, что человек сотворил себе кумира, вот, как бы, то есть, это просто, вот, так называемая, так называемая идеализация, идеализация этого, вот, то есть, в детстве смотрел, в детстве это произвело неигладимое впечатление, потом этот идеал никто не развенчал из авторитетных людей в семье, и всё, и, по сути, вот, получилось так, как получилось. Конечно, могут быть другие случаи, да, может быть закрепление, то есть, это может быть комплексное закрепление, когда есть какая-то проблема, да, ну, например, там, допустим, ссора, да, скандал, допустим, кого-то с гента, вот, и всё, и ребёнок уходит в эти мультики, вот, и всё, как бы, несколько раз, и вырабатывается привычка, особенно в детстве. Что касается возбуждения в детстве, то здесь, на самом деле, не очень понятно, потому что половое церевание начинается, как бы, под подростковом возрасте, примерно, там, 12 лет, 12-13 лет, это возникает, и, к тому времени, к тому времени, человек, скорее всего, уже во всю смотрел аниме, увлекался аниме, ну, вот, жил аниме, вообразовал, скорее всего, себя персонажем аниме тоже, и, соответственно, ничего удивительного, что это переросло и, как бы, ну, перекинулось и в интимную сферу, что тоже, вот. Что сделать здесь не только в том, что это побег от реальности, вот. История здесь, она, на самом деле, такова, что искать информацию, вам об этом бесполезно, сколько бы вы информации не нашли, человека не переделайте, вы либо меняете сами и мотивируете его меняться, вот, либо принимаете его таким, как он есть и живёте с ним, либо уходите и идёте дальше, вот и всё. Информацию искать, чтобы спасать человека, ну, категорически не рекомендуется, потому что так вы навредите только себе, а не ему. Ему же хорошо. Без его желания, без его желания ничего не изменит, сколько бы вы информации не нашли, понимаете, вот. Поэтому, я надеюсь, что данный момент вы учтёте и перестанете пытаться поменять человека, человека, которого вы, вроде как Вроде как. Ну, изначально, скажем так, приняли. Что-то я, конечно, могу ошибаться, да, но вот так. Значит, о том, что это значит, да, почему не надо спасать, вы можете почитать в треугольнике Кармана, вот, посмотрите в интернете треугольник Кармана. Я думаю, это вам даст все необходимые объяснения. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, значит, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, то пишите в личку, буду рад помочь. Ага. Значит, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Решайте только свои проблемы, не чужие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!